всем доброго времени суток банда ну и как вы поняли сразу же по картинке речь пойдет бензобаке лодочного мотора в данном случае это оригинальный бензобак suzuki от мотора 30 до 4 такта видим со всеми соответствующими маркировочками вот в одном из видео вот я как бы рассказывал что была у меня на рыбалке как бы сказать ситуация с определенным заплетом да вот сейчас уже как бы пришло время по рассказать про это уже более точно потому что ситуация требовала решения проблемы ну и не только поэтому у меня один раз на рыбалке была такая ситуация еще раз напомню вот такой вот шпицерок да на него одет вот такая вот оригинальная трубка с таким топлива заборниками с минимальной сеточкой да вот так вот от волнения воды до вернее от волнения скажем так жидкости до в баке то есть данный момент топлива до когда бак не полный мы видим что в этом месте трубочка начала просто когда топлива в баке вот так вот гуляет туда-сюда она просто начала перегибаться и ломаться тем самым начала ее решаться вот на данном штуцере да и в определяя трубка от возраста хотя баку три года до видимо нам вся зародились зади веренела зачерсвела да и вот она в этом месте гнулась топлива когда у нас бак не помню так вот шатается это шлотка это волны вы всегда двигаетесь то на глиссер то еще как и за все эти годы и начала здесь ломать здесь вот тоже вот и увидите ломает и она слетела со штуцера пока бабу под швак данный бак по моему 25 литров да вот ну да так указано 25 литров соответственно под наклоном я заливаю в него 30 литров да вот и пока баба у меня полный под швак да она слетела вот этого штуцера хватало какое-то время принимать топливо дальше начались очень интересные моменты да то есть топливо у нас баки волнуется да как волна идет и когда она уже маленько начала расходоваться да то вот на этой вот волне он еще под захватывал топлива да потом опять не захватывал ну скажу так ситуация сразу не понять однозначно вы полезете вас во все что угодно да в моторе но только не в бензобак при данном раскладе мне все там а переберете сразу же вы поймете да что это топливо будете искать всевозможные подсосы воздуха в проблемы насосе фильтрах еще в чем-то ну никак сразу на бак вы не подумаете да ну вот видите имеет место быть вот я там а в течение нескольких часов дошел до этого да то есть простоял там на кассе несколько часов все это там разбирал смотрел и пришел вот такому ну как бы сказать и исходу событий да то есть я снял полностью видим что здесь у нас еще и такой топливомер показывает уровень в баке до снял и увидел что это что мне пришлось взять что у меня было у меня был обычный стандартный шланчик до который штуцер вот подсоединяется я взял отрезал от него вот такой кусок отдел и вот таким образом мне пришлось завершить рыболовный сезон сейчас конечно я все это дело разобрал и как бы сказать решает уже проблему уже по-нормальному более капитально ну скажем так видео я снимаю конечно в основном даже не из-за этого чтобы показать эту всю ситуацию вот видите стоит такая прокладочка резиновая 4 винта проблема конечно оказалась более интересной эти баки конструктивно у нас сделаны таким образом уважаемая банда да что в принципе слить с него топлива до конца невозможно даже если вы открутите вот это отверстие скажем так приема до топлива до к мотору вот сделано вот эта конфигурация таким вот образом что ни в какую вам не удастся полностью слить топлива вот так как мотор у нас 4 так не до то соответственно он у нас достаточно капризен к появлению влаги до в топливе вот отсюда теперь и возникает сама суть вот этого момента да именно этой манипуляции с баком если дух так на двигателе инжек ну там у них эти инжектора но не инжектора вот эти как они правильно называется в карбюраторах вот эти вот ну вы поняли где там инжекторы никаких ну не важно все сообразили да у них там а зазоры достаточно еще большие да то есть как бы они там еще вот это вот жиклеры жиклеры вспомнил эти жиклеры еще пропускают эту влагу как-то мотор это как-то все прохалывают да там у них и в поплавковой камере это вода может там еще собираться отстаиваться да то четырехтактные моторы уже все они начинают уже приносить уже какие-то проблемы на воде да что может даже привести вплоть до выхода топливной системы до из строя насоса высокого давления либо уже инжекторов так называемых форсунок вот и за три сезона рыбалки когда я думаю сейчас полезу в бак думаю часа вот это все решу разобрал это все в гараже остатки топлива слил сколько смог ну дальше не слил и заглянул туда в бак и конечно я маленько офигел вот тут такая вот история грязи там было достаточно много но самое что интересно вся эта грязь она была еще в перемешку с водой вот от этого пришлось этот бак брать домой промывать его с бытовой химией и обильным количеством воды чтобы это все вымыть вы скажете но это можно сделать и бензином до абсолютно верно эту операцию можно сделать из бензина но только расход этого бензина до который вам придется вылить он будет но очень очень серьезный да когда дома вы можете просто там взять и 50 литрами или там даже там 100 литрами воды это все промыть дали помаленьку это все вымыть да то позволить себе такое количество бензина это уже как бы сказать проблематично да уже копеечка такая как бы уже существенная и потом куда этот бензин с этой грязью все что-то отстаивать фильтровать нафиг бы вот эти вот все истории мне лично не нужны от этого я просто взял бакс хорошей бытовой химии который всю эту жировую прослойку отмывает я все это выму там идеально полностью все чисто и теперь осталось это дело просто просушить или как называется выпарить выпаривать это как бы сказать обычно выпаривают бензобак и когда их варят до чтобы не было никакого там а возгорания или взрыва здесь этого ничего не нужно он пластиковый просто его просушить берется обыкновенный фен включается на минимальный уровень таким образом мы про и проверять я здесь а выход фена что рука его удерживая дальше он у вас не расплавит бензобак вы спокойно все это втыкаете до пашу воздух и таким образом вы выпариваете этот бак полностью то есть осушаете влагу ну вот уважаемая банда что хотел до вас донести а донести я думал думаю все вы поняли да донести хотел элементарное что уважаемая вода моторники рыбаки банда да заглядывайте в своих бензобаки у своей техники да то есть тут нужно понимать да что какой бы у вас мотор не был двух так на четырех так не ямаха honda suzuki не знаю там китайский мотор до любого бренда с нашим топливом с нашим топливом конденсат будет появляться везде на протяжении всей топливной системы вплоть уже до даже до рек которые уже запитывают вот эти вот инжектора форсунки да так что куча хреновых фильтров она конечно же и отстойников она конечно же не поможет да так что этот этот перепады температур до топлива будет все равно давать вот этот конденсат эту влагу и с ней раз в какой-то период придется именно бороться кардинальным образом вот с бензобаком именно таким вот образом вот если это конечно катера да там встроенные эти бензобаки и там уже трудно это все промыть просушить выпарить да как то там конечно уже актуально ставить вот эти вот фильтры сепараторы да потому что там это влага и грязь будет скапливаться больших количествах для простых лодочных моторов до с переносными бензобаками ставить сепаратор уже это как бы сказать не имеет никакого смысла да потому что бак вы можете и сами промыть да вот и не так уж это все тут и сложно у меня один мотор ходит сепаратором да с этим отстойником другой мотор работает без сепаратора пока за три года до даже за 41 мотор 4 другой три года до разницы я между ними никакой не заметил вот ну что банда все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч